Всем привет, всем привет, всем приветики. Так, а как это перевернуть обратно-то? Я думала, он перевернет у меня, а он у меня не переворачивает. Слушайте, он во время съемки не переворачивает. А сегодня на утро у нас пирог, 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 пирог. Сейчас я разрежу его и разогрею. Я пекла пирог, опять на этом же тесте, как и пекла предыдущий пирог из капусты. Так, на этом же полупесочном каком-то тесте. Он у меня грибной, то есть тут грибочки, картошечка и лук пережаренный. И все это залито шубой. Ну, как я обычно делаю шубу, да, майонез, сметана, яйца. Тут, правда, без этого, без сыра. Сейчас разогрею себе пару кусочков. Пару кусочков. Ммм. Вот. Видите, получается тесто вообще обалденно тонкое. То есть буквально сантиметр там от силы, даже меньше. Вот с этой стороны даже меньше. Пахнет грибами сушеными. Я вчера варила сушеные грибы, так пахло вообще на всю подселенную. Пахло сушеными грибами. Мне кажется, наверное, было слышно на первом этаже, что у меня пахнет грибами дома. Они же варятся, и такой запах стоит вообще насыщенный по всей квартире. Так, ладно, пошла, отнесу. Какая-то сегодня беда у меня с интернетом. Беда бедешная. Почему-то, я не знаю, может быть, телефону мало нужно. В общем, на телефоне есть и то с какими-то перерывами. А на самом этом, в компьютере, нету, 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 нету. Как так-то, почему? Сама не знаю, что, почему, что, почему. Ладно, разберемся, лежит, где у меня чайник еще не кипит, но пирожки уже. Пирожки, пирожки, достаем пирожочки. Тык-тык-тык. Ладно, чайник еще не кипит. Ну, захотелось, захотелось мне испечь пирог такой. Захотелось. Вообще, я хотела сделать еще вареники с грибами. Это что-то с чем-то. Мы раньше лепили. Сейчас, конечно, как-то, не знаю. Легче вроде сходить купить, но на самом деле, когда ты покупаешь, они почему-то какие-то кислые. То ли долго лежат. У них же все равно есть срок годности. Грибы просто обалденные. Я обожаю грибы, но готовлю их редко, потому что Евелина у меня их не ест. Поэтому, то есть вот этот пирог, например, мы пекли чисто. Будем есть я и Стас. Евелин наш тут другое. Поэтому я стараюсь делать общее блюдо, чтобы ели все. Получается, что грибы один из членов семьи у нас не ест. Поэтому добавлять в блюда, которые готовлю я ежедневно, я не могу. И вы знаете, вот с этим тестом этот пирог еще вкуснее. Потому что это тесто, оно поджарилось снизу, оно не жидкое, оно не липнет к зубам, оно вот именно такое, какое нужно. оно такое полупесочное. Я вчера, когда только испекала этот пирог, я наелась как этот, как бегемот. Вкусняшный. Прям от души так поела. С молоком. Вот знаете, как вот раньше с бабушкой пекла, вот так вот прям наелась. Тем более, он же сытный. Тут картошка, тут грибы. Грибы, это считайте, лесное мясо. Я сначала думала, положила грибов много. Ну, видите, цвет-то, да? Тут грибов достаточное количество, их было много. Грибы, что даже незаметно, где тут пюре. А грибы, это же, по сути, такая тяжелая пища. У некоторых вообще грибы не усваиваются в организме. Думала, вдруг там много положила. Нет, слушайте, нормально. Нормально. Так, чайник у меня закипел. Чайник, чайник. Чайник кипит. Попьем кофе. Сегодня. Хочу что-то кофе. Я хочу кофе, 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 кофе. Я буду пить кофе сегодня. С молоком. Так, самое главное, самое главное, чтобы оно было не холодное. Оно не холодное. Но вы знаете, правильно? Я налила здесь. Как свинтус, как свинтус, как свинтус. Как... Так, все. Все, все, все. Сахар, 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 сахар. Что-то я тут перешла опять на кофе, пью кофе чуть не каждый день. Хотя, если честно сказать, кофе... Я не такая кофеманка. Кофеманка, кофелюбка, кофефубка. Но иногда вот прям хочется кофе. Такое иногда было ощущение, почему я его перестала пить. Потому что я перестала ложиться нормально спать. Я ложусь спать и засыпаю где-то через час, через полтора, как легла. Все выключила, все тишина, Евелина спит. Все спят, коты спят, никто не бегает. А я вот все лежу и глазами своими моргаю. Причем кофе я пила днем, а моргала я уже в 11 часов вечера. То есть не могла заснуть. Какое-то время кофе не пила. Но иногда вот хочется попить. Иногда хочется. Иногда хочется, да. Не пробовала ни разу покупное кофе. Вот не в стаканчиках там, не в экспресс-салате, да. Что там заказывают? Двойной капучино, еще что-то, да. Вот название знаю, я никогда не заказывала. Потому что мне кажется, что я дома положу именно так, как мне нравится. То есть если я захотела ложку кофе, я положила ложку. Если я захотела еще покрепче, я положила еще, да, доложила. Если я захотела с сахаром, положила сахаром. захотела с молоком, налила молоком. Поэтому ни разу нигде не брала, ни в каких кафе. если есть возможность взять сок, беру сок. Ну, сок, наверное, если ты знаешь, что это сок, допустим, какого-то производителя определенного, да, там, Добрый, J7, там, Я, то, в принципе, если он подается на разлив, если его не разбавили, то он вряд ли его испортит, да. А кофе испортить можно. Вкуснотища. Обязательно буду готовить такой пирог еще. У меня еще есть грибы. Я сначала думала сделать его просто грибы и жареный лук. Но у меня было пюре. Я думаю, ну не пропадает же пюре, да, чувствует пюре. Ну, слушайте, очень даже вкусно. Ммм. Обожаю, когда много-много начинки и мало теста. Но тесто присутствует, а то так можно было просто начинку есть, да. Зачем пироги-то пить? Поел начинки, да и все. Обожаю ходить за грибами, но хожу, но делаю это крайне редко сейчас. Когда жила в селе, ходила за грибами, за ягодами, с мамкой. Сейчас мы крайне редко целенаправленно идем за грибами. Мы можем съездить до леса погулять. Ну, там, полчаса от силы. Подышать воздухом каким-то другим, фитонцидным. просто, не знаю, послушать пение птиц, посмотреть, да, на лес, посмотреть, какие там растут снова. Ягодки созрели, может быть, грибочек где-то встретим. Вот по осени мы ездили в лес, даже грибочков насобирали на грибовницу. А специально, целенаправленно идти за грибами, наверное, я уж и места не знаю, если честно сказать. Уже все подзаросло, леса уже поменялись, в которые я ходила. То есть, если я раньше очень хорошо ориентировалась в лесах, по крайней мере, в том лесу, куда я ходила постоянно с мамкой, я ориентировалась, как рыба в воде. То есть, я могла выйти с одной стороны и выйти с другой стороны. Я знала, где там идут тропинки, где идут дорожки, где идет, допустим, дорога лесная и куда она выходит. Примерно представляла, куда я могу выйти. Сейчас я не могу представить, куда я смогу выйти, потому что там все заросло. Как-то мы один раз пошли со Стасом и заблудились. Слушайте, заблудились буквально вот отойдя метров 150 от дороги. Я знаю, что там была просека. Раньше по этой просеке шла еще дорога туда лесная внутрь, вглубь. Мы, в общем, вышли, нашли эту дорогу. Она уже заросла, просека, уже там не просека, там уже лес вот такой вот, ух, трехметровый. То есть, естественно, я заблудилась в трех соснах. Стас у меня тогда напугался. Ну, ничего, мы вышли. Ну, правда, вот лес поменялся, вообще поменялся. А раньше, мы помню, ходили и на третью высоковольтную, и на вторую высоковольтную. И спокойно выходили, и заходили вглубь леса, туда дальше, ягоды искали, собирали. Я спокойно выходила. Да, мы ходили, я даже ходила, мы ходили с подругой безврослым. То есть, мы просто ушли, бродили, ходили где-то пять часов, что-то набрали, спокойно вышли, пришли домой. Никто за нас не беспокоился, что мы куда-то там пропадем, заблудимся, сгинем в лесу. Потому что, мы столько раз туда ходили, что... А сейчас я взрослая, я заблужусь в этом лесу. вот как-то так. Лес очень поменялся. Это мой знакомый лес. А что говорить про незнакомый лес? Который я, в принципе, не знаю. Я туда вообще не пойду далеко, никогда. с лесом надо быть осторожным. Тем более, в моем детстве как таковых клещей их не было. Обрабатывались с самолетов, с кукурузников, лесные массивы. и как таковых клещей, я раньше такого не помню. Чтобы там мы с мамкой приходили с леса, да, и давай там осматриваться, смотреть, нет ли на нас клещей. Клещей просто не было. Их просто не было совсем. А уже сейчас мы вот куда-то съездили, погуляли, неважно, в лес, около леса, по траве, около речки. Мы приходим домой все и осматриваемся полностью. Мы даже в сад по весне, когда начинаем ездить, постоянно осматриваемся. Потому что у нас сад рядом с лесной полосой, с леса полосой, там буквально метрах в трехста, наверное, по ту, по другую, по третью сторону у нас лес. Вы скажете, нету, да, расстояние большое от леса. Неправда. По одни года мы пробовали не обрабатывать. И что вы думаете? Я принесла домой на себе клеща, он впился во меня, в меня. Я находила его на траве, на пиломатериалах, которые у нас прямо ползет на меня. Собака такая. Видимо, чувствует тепло и ползет прямо по направлению ко мне, по доске. После этого случая, как мы выловили несколько клещей, в том числе и на себе, мы стали вообще в обязаловку вошло у нас обрабатывать каждую весну наш огород. И вот уже который год мы обрабатываем и клещей мы не видим. Ни на себе, ни на каких-то вещах, которые там в саду. То есть это оно вообще было уже страшно. Это вообще какой-то трындец. А мы же в саду ходим и босиком по травке морзянке. Поэтому после этого случая, как мы приносили их на себе, мне стало страшновато. Потому что клещи у нас нечистые. В который клещ мне впился, он был с болезнью лайма. То есть антибиотики пропивала. Слава тебе Богу не энцефалитный, но это тоже мало приятного. Всякие вот эти болезни, которые с ним связаны, с этими клещами. Поэтому если вы думаете, что в вас впился клещ, вы просто его достали и выкинули, то я вас уверяю, лучше его сдать и убедиться в том, что он действительно не заразный. Это не помешает, честно вам скажу, это не помешает. Потому что клещи, которые, и болезни, которые они переносят, это очень серьезно. Это очень серьезно, это энцефалит, это мозг, лайма, это тоже, по-моему, что-то связано с нервной системой. То есть не дай бог. Ну, это просто это... В общем, лучше не экономить время на том, чтобы сносить клеща на обследование. Тем более, что если вы застрахованы, а мы страхуемся сейчас каждый год от клеща, то все эти манипуляции по обследованию клеща, по выдаче вам антибиотиков, да, если у вас действительно подтвердился там, допустим, лайма или энцефалит, я не знаю, дай бог не узнать, что там выписывают. Ну, в общем, вот это дается бесплатно, по страховке. По крайней мере, вот у меня было так. Сейчас не знаю, честно скажу, и знать не хочу. От клещей будем обрабатывать, потому что в сад ездить хочется, покусанными клещами быть не хочется. Вполне возможно, что на наш участок заносится с кротами, с мышами, потому что их на нашем участке вообще до и более. Мы приезжаем весной, у нас весь-весь участок перерыт. Одно время он был перерыт именно кротами, потому что там были такие нарытые ямки и вот так вот тык-тык-тык около ямок было такое из земли, да, как-то ну вот так вот вытащена земля вокруг так. В общем, это понятно было, что это был крот. А в прошлый год мы приехали таких кротовых ям не увидели, но буквально весь-весь газон был проезжен вот этими мышками-полевками. Прям вот весь-весь-весь-весь-весь испечен вот так. Но ничего, для газона это нормально, видимо. Как только трава полезла, газон вырос как надо. В общем, ничего там не случилось с ним такого определенного и это хорошо. В общем, можно сказать, что взрыхлили они его. Взрыхлили и нормально. Я не вывожу никаких там ни мышей, ни кротов со своего участка, какими-то там дымовыми шашками или тем более отравой, потому что у меня все-таки ребенок маленький и не дай бог, она что-нибудь найдет и еще съест. Так что у нас кроты присутствуют, мыши присутствуют, даже муравьев я не вывожу. И муравьи у нас тоже присутствуют на нашем участке. В принципе, мне они не мешают. Они ничего у меня не едят, ничего у меня не портят. Да, если есть там вот где-то они, я там буду, допустим, копать, я просто перекопаю и все, они разбегутся в разные стороны. А специально их ходить, душить, ну, в общем, я тоже так не делаю. Ну, наверное, потому что сад у нас все-таки там цветочки, травка, не знаю, может быть, муравьи что-то портят в качестве каких-то овощных культур. В общем, меня они не раздражают. И ладно, и слава богу, не раздражают, и ладно. Ой, кофе я напилась. Про сад я вспомнила, про клещей тоже. Скоро лето. Сегодня у нас уже февраль на дворе. Февраль, я думаю, что март. В том году мы в марте уже улетели в сад. Где-то в конце марта мы уже добрались. Первое время мы даже ходили пешком от основной улицы, потому что там была такая наледь на дороге, что проехать туда. Может быть, ты проехать-то и заедешь туда, но вполне возможно где-нибудь застрянешь. Поэтому пока земля, вернее, дорога не будет просто земляной без льда, мы туда не суемся. мы туда не суемся. А так вот, знаете, когда вот чувствуется, что уже скоро-скоро-скоро-скоро-скоро, уже весна, уже скоро. Ну, что там осталось-то? Не сентябрь ведь месяц, когда уже ждем белых мух, а именно, что уже февраль. Февраль уже закончится, там метели закончатся, февральские. В марте уже все-таки будет где-то и копель немножко покапывать. Днем солнышко ярче будет светить, теплее будет. в общем, когда уже так все приближается, как-то настроение становится такое оптимистическое. А я допиваю свой кофе, говорю всем пока, встретимся в другом ролике. Кому понравилось, пиши, ставь лайк, подписывайся на канал. Ну, и все на сегодня. в следующем е. Пока. Пока. Продолжение следует...